Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов ящика ответов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию разбор статьи из публикации за август месяц 2022 года. Тема статьи. Иегова наблюдает за своими служителями. Статья изучается на неделе с 10 по 16 октября этого года и основана на стихе из Псалма 32, 15-18. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Данная статья в целом полезна, поэтому наш разбор будет кратким и изменения немногими, а уточнения будут по существу темы. Кто же предпочитает оригинал, тот сможет легко найти его и прочесть на официальном сайте или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы как обычно будем приводить из синодальной Библии. Иегова знает, что проблемы этого века, с которыми сталкиваются его служители во все времена, велики, и что сами они не справятся. Поэтому, как в древности Бог наблюдал за своим образным домом и домашними, так и сегодня Он делает это для того, чтобы помогать своим верным служителям выстаивать против козни сатаны. Это нам известно из старозакония 11 главы с 12 по 15 и 2 Фессалоникийцам 3 главы 3 стихов. Какие бы беды и несчастья на нас не сыпались, от взора Иеговы не ускользает ни одной из них, и Он дает каждому из нас именно то, что помогает нам выстоять, не согрешая, как об этом сообщается в 1 Коринфянам 10 главе 13 стихе. Давайте рассмотрим некоторые примеры. Подзаголовок «Когда нам одиноко». Человек не создан для одиночества. В нас заложена потребность быть кому-то нужными. Поэтому, если вокруг нас образуется вакуум, нам плохо. Например, мы можем чувствовать себя одиноко, когда отстаиваем свое убеждение, а нас никто не поддерживает и не понимает. Или, если мы переехали и рядом нет ни одного знакомого. Или, если нам трудно и нет никого, кто захотел бы нам помочь. Или, если мы утратили близкого человека и т.д. Из-за одиночества, чем бы оно не было вызвано, мы можем ощущать себя беспомощными и жалкими. Что может помочь с этим справиться? Иегова не хочет, чтобы мы плохо себя чувствовали. На примере пророка Илии можно в этом убедиться. Он чувствовал себя разбитым и одиноким из-за того, что те из народа Иеговы, кому он хотел помочь перестать делать зло и вернуться к Иегове, не только не откликались на его помощь, но и хотели уничтожить. В итоге он оказался в пещере без еды, питья и в полном одиночестве. Ему было так обидно и больно, что он даже стал просить смерти у Иеговы. Эта история записана в Третье Царство, 19 главе, с 1 по 4 и 10 стихи. И Бог точно знал, как ему помочь. Ну, во-первых, Иегова постарался разговаривать Илью и слушал его, не перебивая. Это помогло пророку излить наружу все свои внутренние печали и, благодаря этому, он смог разгрузиться, освободиться от гнета тяжких мыслей. Открываем текст из Третьей Царств, 19 главы, 9 и 13. Во-вторых, Бог напомнил пророку о себе и чудом доказал, что он рядом. В-третьих, Иегова подбодрил Илью сообщением о том, что на самом деле тот не один. У Ильи много единомышленников, и каждый из них, так же, как и он, старается хранить верность Иегове, несмотря на проблемы. В-четвертых, Бог побудил его продолжить исполнять его поручения. Весь этот случай описан в Третьей Царств, 19 главе, с 11 по 18 стихи. В итоге Илья вновь оживился, и думать о своих проблемах ему просто стало некогда. Также Бог помогает и нам. Поэтому, во-первых, мы всегда можем излить ему всю свою боль в молитве, и таким образом гнет тяжких мыслей непременно облегчиться. Во-вторых, нас могут ободрить заверения Иегова о том, что где-то обязательно есть наши друзья по несчастью, и мысленно можно быть с ними, а это уже не одиночество. И в этом ключе нам поможет ободрение, находящееся в Римлянам 11 главе, 4 и 5 стихах. В-третьих, нас может подбодрить осознание близости к нам Иеговы. Он всегда рядом и поддерживает нас, что известно из Псалма 32, с 18 по 20 стихи. В-четвертых, мы можем с еще большим усердием начать исполнять поручения Иеговы, изучать Библию и делать добро словом и делом всем, кого сможем найти. И тогда думать о своем одиночестве нам будет просто некогда. Подзаголовок «Когда на нас обрушиваются испытания». Пример Иова приходит нам на помощь, если мы лишились материального имущества. К примеру, наш дом разбомбили, как это сейчас случается с братьями и сестрами в Украине, и мы остались без крова и без средств к существованию. Или если умерли те, кого мы очень любим. Или если нас предали спутник жизни и друзья. Или если на нас обрушилась тяжкая болезнь. Что может быть страшнее этих проблем? И со всеми этими ужасами Иов справился, не согрешая. Значит, сможем справиться и мы. Что помогло Иову выдержать эти испытания с достоинством верного служителя Иеговы? Во-первых, его любовь к Иегове и полное доверие ему. Иов был уверен, что Бог видит его страдания и слушает все его печальные обращения к нему. Во-вторых, ответ Иеговы помог Иову понять, что он и сам-то в чем-то не прав, потому его сетования не совсем уж и обоснованы. В-третьих, в ответе от Бога Иов получил задание молиться за благополучие своих друзей. И переживание о том, что они могут погибнуть, сместило фокус сосредоточения Иова с его собственных страданий на заботу о благополучии друзей. То же самое может помочь и нам, если мы сталкиваемся с трудностями Иова. Сейчас я также попунктно перечислю. Во-первых, наша любовь к Иегове и полное доверие ему поможет нам искать утешение в ответах Иеговы, а они содержатся в Библии. Во-вторых, внимательное изучение Библии поможет нам понять, что мы и сами во многом не правы и зачастую жнем то, что сеяли ранее сами. Поэтому вместо сетований и жалости к себе стоит еще тщательнее изучать Библию, и ответы на все вопросы будут найдены. В-третьих, изучая Библию, мы непременно увидим в ней задание Иеговы – заботиться и о других, не только о себе, к чему и стоит приступить, следуя в точности призыву из филиппийцам 2 главы 4 стиха. Это поможет нам сместить фокус сосредоточения со своих страданий на заботу о благополучии других людей, что поможет нам переносить свои собственные проблемы, не согрешая. Под заголовок «Благодарны за любовь и заботу Иеговы». Рано или поздно каждый из нас столкнется с испытаниями. Но уверенность в том, что Иегова не оставит нас с ними один на один, поможет нам не только терпеть все испытания, но и успешно справиться с ними, не согрешая. Если Иегова видит, что несмотря на испытания, мы стараемся продолжать изучать Библию, исполнять его поручения и заботимся о благополучии других, наш любящий Отец Иегова непременно добавит нам сил, чтобы мы не чувствовали себя несчастными, никому не нужными и никчемными, согласно записанному в 1 Коринфянам 10 главе 13 стихе. Именно это и поможет нам выдержать любые испытания в полном доверии Иегове, чего и себе, и всем вам, дорогие друзья, слушатели и читатели, искренне желаем. И напоследок напоминаем, что только что прозвучавшую информацию вы также можете найти в текстовом варианте и ознакомиться с ней. Ссылка на текстовый вариант находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелями Иеговы с сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание.